Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет из Евпатории. Я вам хочу передать немножечко новогоднего настроения из Южного Городка. Это одна из главных улиц Евпатории. Она ведет прямо к набережной Горького. Тут летом всегда какая-то движуха. Сейчас, как видите, очень спокойно. Но какие-то магазинчики работают. Здесь находится санаторий. И обратите внимание, сколько сразу тут гуляет котик. Летом в особенности вот тут стоит всегда очередь. Часть заведений все-таки не работает, но место, где посидеть, можно будет найти. Чем живут курортные города Крыма зимой на примере Евпатории? Сейчас на улице прохладно, пасмурно. Погода напоминает больше позднюю осень в городах средней полосы России. Рядом со мной находится пляж и гуляют лебеди. Ну где же вы еще такую картину увидите зимой? Да, так получилось, что лебеди эти зимуют на пляжах Евпатории. Часто вы здесь можете летом видеть туристов, а зимой лебедей. Ведь они улетают в южные края, где тепло. На самом деле лебедей вы можете увидеть в Евпатории на пляжах круглый год. В особенности рядом с отдыхающими, загорающими туристами. Вполне себе типичная ситуация для этого города. Обожаю пляжи Евпатории. Они достаточно протяженные. Здесь чистейшая водичка. И опять приплыли ко мне. Там, где люди, там и лебеди. И бесстрашно, абсолютно выходят из воды. А вы знали, что вот если лебедь вот такой серый, он еще совсем молоденький? Я сейчас гуляю по ухоженному парку, парк Фрунзе. Его благоустроили еще в прошлом году. И, как видите, здесь немноголюдно. Что, в принципе, свойственно для большинства городов Крыма в межсезонье. Кому-то Крым может показаться скучным в этот период, а кто-то сюда едет именно за таким тихим и уединенным отдыхом. В центре парка находится фонтан. Он очень красив летом, а сейчас это просто тематическая скульптура. Что она означает, я и сама не знаю. Пускай каждый додумывает сам. Здесь такой классный парк, что мой внутренний ребенок завидует современным детям, потому что в моем детстве такого не было. Мне в детстве для того, чтобы развлечь себя чем-то подобным, нужно было искать какую-то заброшку, либо строить шалашики на деревьях. А здесь уже, как видите, все продумано до мелочей. Невпатория достаточно зеленый город. Как видите, даже зимой здесь растут зеленые деревья. И воздух такой, знаете, свежий, чистый. Ведь не зря еще в советские годы тут создавались всесоюзные здравницы. Один из плюсов отдыха в Крыму в межсезонье – это, конечно же, цены на жилье. Потому что они будут значительно ниже, чем летом. Я решила в Евпатории остановиться с ночевкой, чтобы вам также показать новогоднюю Евпаторию, как здесь все светится вечером. Поэтому спешить мне некуда. Я сняла номер в гостинице. Номер двухместный, стандарт. И здесь получается одна небольшая комната и коридор. Но он, мне кажется, по размеру такой же, как вот эта вот комната. Есть чайник. Положили кофе, чай, сахар. Это не может не радовать. Есть также водичка. И что мне еще понравилось, то, что есть балкон. Правда, он выходит на внутренний двор, но вид там неплохой. Покажу вам ванную комнату. Правда, там шумно, потому что работает вентилятор. Его никак не выключить, к сожалению. Ванная комната довольно просторная. Здесь тоже все есть. И больше всего мне понравилось зеркало. Хочу домой себе тоже такое. Классно так светится. Так, выключать не буду. Что нам тут положили? Зубную щетку, шампунь, гель для душа, полотенце, мыло, есть фен. Отмечу, что у гостиницы 4 звезды. Поэтому, по всей видимости, вот эти все плюшки, они полагаются. Ну, нам с вами осталось посмотреть небольшую комнату, где я сегодня буду спать. Кстати, я еще не садилась на эту кровать. Ну, такая средней жесткости. Не знаю, потом расскажу, было удобно спать или нет. Есть также холодильник, достаточно большой. Я не знаю, что сюда можно положить. Тем более, я остановилась всего лишь на одни сутки. Картины висят, как в коридоре, так и в этой комнате. Тумбочки по бокам, есть зеркало. В общем, вот такой вот номер. Я считаю, очень даже неплохо. С завтраком с 8 до 10 часов утра. Новогоднюю елку в Евпатории всегда устанавливают в одном и том же месте. Это на главной площади города. Площадь театральная. Евпатория. 26 декабря. У нас цветут белые розы. Снега нет, но вот белые розы есть. Я жду, пока стемнеет. Решила все-таки прогуляться к старому городу. Это моя любимая часть города. Я очень люблю там гулять, вы знаете, пить кофе. Вообще, гулять по этим старым улочкам. Иду сейчас по такой интересной улочке. Ну, на мой взгляд, она интересная. Здесь малоэтажная застройка. Видно, что дома, скорее всего, дореволюционные. Своей архитектурой мне даже напомнила Питер. Я смотрю, что на набережной Терешковой наконец-то возобновили какие-то работы. Набережную все-таки доделывают. Это не может не радовать. На улице Пролетарской обнаружила дом аж 1894 года. Здесь, видите, есть такая арка интересная, которая ведет в чей-то жилой двор. А вот этот дом на карте отмечен как турецкое консульство. В старой части города есть много домов, памятников, архитектуры. Колорит старых улочек Евпатории. А вот этот дом, бывший дом Кальфа. Осталось только выяснить, кто такой Кальф. Здесь уже проходит улица Караимская. И чаще всего именно сюда экскурсоводы и водят туристов. Здесь в комплексе Караимской Кеназ работает кафе. Сейчас хочу туда зайти перекусить, потому что отзывы очень хорошие. Но работает оно всего лишь до 5 часов. А сам комплекс Кеназ вот открыт в среду, четверг, пятницу и воскресенье. В этом кафе я пообедала и заодно поужинала. Все понравилось, не зря в интернете стоит оценка 5 по отзывам, поэтому могу смело советовать. Новогодние огни Евпатории зажглись. И сейчас мы вместе с вами прогуляемся. В прошлом году я снимала Евпаторию примерно в эти же числа и наряжена она была идентична. тут прямо рядом с театральной площадью обычно летом работает фонтан, а сейчас его вот так нарядили. Получилась интересная новогодняя инсталляция. Люблю вот эту подсвеченную аллею в Евпатории. Мне кажется, что очень нарядно это все смотрится. Удивляет, что сегодня будний день, понедельник, но вечером гуляет много людей, в особенности с детьми. Здесь возле аллеи есть детские аттракционы, куда можно привезти своих деток. Я бы даже сказала, целый парк аттракционов, потому что их тут много. Это протяженная аллея, которая тянется до самой набережной. Тут тоже летом гуляет много людей, и сейчас это выглядит в декабре как-то так. Я дошла до набережной здесь. Немноголюдно, почти никого нет. Хотя в Ялте у нас вечером людей будет побольше. Я уже в своем номере, и сейчас буду готовиться ко сну. Нужно принять душ, умыться. Сегодня сильно замерзла, потому что погода была прохладная. Декабрь как-никак на дворе. Что я обычно беру с собой в поездку, если еду куда-то с ночевкой? Это вот такую масочку, чтобы быть красивой с утра. Беру также с собой сыворотку, либо крем для лица. Мицеллярную воду. Она у меня уже заканчивается. Ватные диски. Обычно вожу с собой зубную пасту, щетку, но здесь все отель предоставил. Приму душ, буду ложиться спать, потому что завтра и еще один съемочный день. Для вас прошла всего лишь секунда, а для меня целая ночь. Сейчас иду в старый город, хочу там выпить кофе и дальше поеду снимать новое видео. Пока иду, здесь остановилась, увидела очень красивое здание. Никогда не обращала внимания, что оно тут есть. Оказывается, это бывшая дача купца Волкова. Здание было построено в начале 20 века. Здание является памятником архитектуры местного значения и сегодня там находится редакция газеты. А напротив дачи Волкова находится памятник Льву Голицыну, основателю крымского виноделия. Сегодня погода на улице такая же, как была вчера, пасмурная, но немного теплее, где-то около 10 градусов, но зато поднялся ветер. Кто постоянно смотрит мои видео, знает, что я люблю пить кофе в Евпатории и именно возле Гизлевских ворот. Здесь обычно летом работает летнее кафе, а в зимнее время нужно будет зайти вон туда вот, вовнутрь здания. Пойдемте. Это было новогоднее видео из Евпатории. Я надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Кстати, 30 декабря я провожу прямой эфир в 7 часов вечера. Приглашаю вас на свой канал. Скоро увидимся и с наступающим. Субтитры сделал DimaTorzok